Я очень счастлив. Сегодня на торжественной конференции мы празднуем 26-летие корпорации Тяньши. Я благодарю генерального секретаря Азиатского форума в Боао, господина Ли Баудуна, а также бывшего генерального секретаря ООН, господина Панги Муна, а также присутствующих здесь, действующих и ушедших в отставку президентов, премьер-министров и министров из разных стран. Многие годы вы оказываете корпорации Тяньши неоценимую помощь. От имени корпорации я выражаю вам сердечную благодарность за признание, заботу, за стимул и поддержку, которую вы нам даете. Дорогие партнеры, в течение многих лет вы являетесь как потребителями продукции, так и дистрибьюторами компании, вместе развивая бизнес Тяньши. Более 20 лет мы вместе работаем, становимся свидетелями важнейших событий в жизни компании и вместе получаем выгоду от нашей деятельности. Среди друзей компании Тяньши есть спортсмены, чемпионы и призеры Олимпиады в Токио. Являясь потребителями продукции Тяньши, вы формируете имидж компании. Я от имени компании приветствую вас и выражаю вам свою сердечную благодарность. На протяжении многих лет журналисты из авторитетных СМИ разных стран знакомятся с Тяньши и оказывают поддержку компании, становясь ее частью и освещая ее деятельность. Во время нашего мероприятия в Ницце, Франция, в 2015 году информацией о Тяньши были заполнены все ведущие СМИ более чем 170 стран мира. Ваша высокая оценка деятельности Тяньши имеет колоссальное значение в социальном и международном плане. От имени частных предприятий Китая, от имени тяньшистов я выражаю сердечную благодарность за ваши репортажи о нашей компании. Наша сегодняшняя конференция официально демонстрирует всему миру, что несмотря на трудности, которые компания Тяньши преодолевала на протяжении 26 лет, мы сохранили твердую веру в торжество идеи нести здоровье человечеству, служить обществу. Дорогие партнеры, я очень тронут и от всей души выражаю вам свою благодарность от имени корпорации Тяньши. Мероприятие в Ницце, ставшее лучшей демонстрацией успехов корпорации, вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Наши достижения фиксировались Книга рекордов Гиннесса четыре раза. Стабильно развиваясь и реализуя исходные цели компании, мы уверенно создаем историю Тяньши. В 2002 году вышла первая книга о создании корпорации Тяньши. В 2003 году была опубликована вторая книга, посвященная новой теории замещения, интеграции трех сетей, взаимодействия шести сетей. Авторами предисловия и аннотации стали Цзин Шупин и Ван Гацуань. Эта книга была удостоена высоких оценок со стороны высокопоставленных государственных деятелей. Эта книга получила первую премию. Имея такого рода фундамент, мы на пути международного развития, взаимосочетаем теорию и практику, создаем новые пути реализации глобальной стратегии. Третья книга под названием «Открывая дверь императора» была опубликована в Лондоне. Она отражает путь развития в каждой стране мира, описывает дела реальных людей, реальные цели, реальные истории, большие и маленькие. Эта книга дает ответы на многие вопросы. В четвертой книге на основе сформировавшейся в начальный период теории структура развивает агентские офисы, агентские офисы развивают структуру, раскрывается наша способность трансрегиональной, транснациональной, многоязычной, многокультурной, многонациональной с правовой точки зрения интеграции ресурсов, в результате чего создана новая бизнес-модель, основанная на концепции интеграция трех сетей, взаимодействия шести сетей и новой теории замещения. Мы смотрим на мир с глобальной точки зрения. Мы модернизировали и усовершенствовали стратегию «Один бизнес – много крыльев». Это трансформация, взаимная связь и взаимное сообщение. Это наша ценность, которая в будущем создает еще большую ценность. Буквально три дня назад была опубликована книга «Глобальное развитие Тиэнс Групп. обмен, превосходство и китайский успех», которую мы разошлем во все страны и регионы. Я хочу поблагодарить бывшего генерального секретаря ООН, господина Пан Ги Муна, за написанное им предисловие, а также глав множества государств и лауреатов Нобелевской премии за рецензии и оценки с точки зрения экономики, финансов и рынка. Главная ценность этой книги – описание становления международного бренда Тяньши на протяжении 26 лет. Мы должны смотреть на мир с глобальной точки зрения. Мы должны донести до каждого стратегию Тяньши. Новым шагом в развитии бизнес-модели становятся наши эмпирические агентские офисы. В рамках концепции развитие структур способствует развитию агентских офисов и, в свою очередь, развитие агентских офисов способствует развитию структур. Я надеюсь, тяньшисты во всем мире будут оберегать все, чего мы добились. По-настоящему будут способствовать интеграции эмпирических агентских офисов в концепцию взаимного сообщения и взаимозамещения. Это лучшая новая модель для привлечения клиентов в период глобализации. Что касается комплексной стратегической схемы, мы закончили разработку единого стандарта и займемся поэтапной реализации задач по визуализации бренда. Оборудование для эмпирических агентских офисов предназначено для оказания полного комплекса услуг для клиентов. Оно позволит нам быстро получать эффект и показывать высокие результаты и в конечном итоге выйти на позиции мирового лидерства. Взявшись за руки, мы будем выполнять свою миссию нести здоровье человечеству, служить обществу. Мы преисполнены верой и надеждой. К концу этого года в Китае планируется открыть как минимум 300 эмпирических агентских офисов, которые заложат отличную основу для действий следующего года. Мы планируем запустить эту бизнес-модель в пяти регионах мира и на следующий год увеличить количество эмпирических агентских офисов до нескольких тысяч. Я надеюсь, что все уже давно ждут этого момента, чтобы не упустить свою возможность. Сегодня я хочу официально объявить всему миру. Цянь-ши ждет прекрасное будущее. Уважаемые партнеры, давайте объединимся для общего дела, для создания глобального альянса. Спасибо всем. Я желаю нашей конференции успеха. И желаю всем здоровья, счастья, радости. Пусть все будет хорошо. Всем спасибо. Спасибо.